Дорогие друзья, выкопали мы весь свой лук. Теперь давайте-ка мы рассмотрим, что же у нас выросло за это лето. Лето было, конечно, суровое для всех растений. Вот эта температура 30-34 градуса очень плохо влияли на любые растения и даже на луковичные. Даже несмотря на то, что лук, репчатый лук любит жаркую почву, любит жару в дневные часы, тем не менее, все равно ему некогда даже было отдохнуть, потому что и ночные температуры были достаточно высокие. Но несмотря на эти все невзгоды, все-таки, все-таки я хочу сказать, у нас лук вырос очень даже неплохой. Вот, например, наш лук нашей компании, средний лук, красный лук. Вырос вот таким. Вот я среднюю луковицу взял, вы видите, да, что это действительно средний размер луковицы. И давайте-ка мы его изучим. Очень хорошая, маленькая шейка. Вот, посмотрите, я вот сейчас сдавливаю, сочная. Это место вот состоит из очень сочных тканей там внутри, поэтому мне приходится сжимать, чтобы вам показать, когда высохнет, что будет. Очень-очень тоненькое будет вот это место, что очень хорошо. Не широкое, вы помните, да, когда широкое вот это место у лука, то приходится срезать одну треть самой луковицы, чтобы избавиться от сухих чешуй. Здесь же она высыхает, прям на уровне плечиков. И все, замечательно. И форма получается у лука красивая. И чешуи, когда мы с вами будем хранить, но это можно вот сейчас, например, оборвать, да, после сбора. Но я обычно отрываю, это тогда, когда лук просохнет. Лук сохнет примерно дней 5, да, ну, в зависимости, опять же, от погоды, какая погода. И образуются хорошие покровные чешуи, две-три чешуи образуются. И лук замечательно хранится. Хранится, опять же, как и весь репчатый лук при комнатной температуре. Желательно, конечно, было какое-то минимальное, хотя бы иногда, проветривание. Многие, я знаю, что хранят, вплоть до того, что кладут в коробки обувные под кровати. Вы скажете, пахнет. Ничего не пахнет. При нормальной 18-градусной температуре и сухости достаточной воздуха, а под кровать, как правило, все-таки у нас сухо. Если на них дети не спят маленькие, то все нормально будет. Ну, кто как хранит. Значит, просушите, можете заплести в косички. Вот сейчас, если вы заплетете в косички, у вас обязательно все сгниет и спреет, все ваши косички. Поэтому нужно все-таки, чтобы вот эта зеленая масса подсохла, обвяла. Вот только тогда вы можете плести косички из лука. Но, опять же, кому-то удобно, кому-то неудобно. Здесь, смотрите, лучше всего хранить, вот отрезав вот эту верхнюю часть, три-четыре-пять сантиметров, неважно, здесь все зависит от вас. Вот, например, да, замечательно луковица обрезана. Полежит, подсохнет, окрепнут, повторю, вот эти кроющие чешуи, и луковица готова к хранению. Безусловно, когда вы собираете лук в ящики какие-то, уносите его, приносите его на просушивание, если это необходимо, то, конечно же, ни в коем случае не гремите, не стучите им. Вот, большая очень ошибка. Собираете лук, картофель собираете, морковку, свеколку, ну, не нужно ее бросать друг от друга, но это же не в футбол играем. Поэтому любая травма, нанесенная этим растением, этим корнеплодом или картофелью, там, морковку со свеколками или луку, конечно, приведет к разрастанию этой травмы, увеличению объема ее площади, и в таком случае они хранится у вас не будут долго. Так что, пожалуйста, бережно относитесь, не так сложно поставить близко ящик, там, например, и уложить аккуратненько корнеплоды, да, или луковицы. Только в этом случае у вас будет храниться он очень-очень долго, ну, скажем, 5-6-7 месяцев должен храниться практически любой репчатый лук, а этот у вас сохранится, тем более. Поэтому, приобретя посадочный материал, ну, в Агроферме Партнер продается родной лук из Голландии, самые лучшие сорта от самых лучших производителей. Именно поэтому такой, вы видите, шикарный просто урожай. Я уже знаю многих людей, которые приобрели вот в этом, в шестнадцатом году, лук, привезенный именно нашей фирмой, которые довольны и говорят, мы больше никакой лук не хотим сажать, будем покупать только ваш. Ну, дорогие мои, поскольку это поставки непосредственно от производителей, конечно, он стоит немножечко подороже, но он того стоит. И вот те, кто посадил один раз этот лук, уже от такого лука никогда не откажутся. Поэтому я вам тоже советую, вы не думаете, что я рекламирую. Нет, я просто говорю, что действительно по-настоящему лук шикарный. И вы не пожалеете лишних десяти рублей пятнадцати переплатить, чтобы получить такой отличный, ну, просто феноменальный урожай. Давайте мы разрежем, чтобы посмотреть, какой же он там внутри. Это полуострый лук. Это не сладкий, не думайте, что прям сахарный лук, такой, как выращивают в Крыму. Полуострый, нормально. Посмотрите, ну, это разве не прелесть? Подсохнет вот эта часть, сожмется. Доступ к воздуху будет минимальный, поэтому минимальное количество отходов от этого лука. И я думаю, что он вам должен очень-очень понравиться. Приобретайте в этом сезоне для посадки под зиму, либо в весенний период, или в конце даже зимы, мы уже привезем этот лук. Приобретайте, сажайте и радуйтесь вот такому безумно большому урожаю.